В Николаеве масштабная волна обысков и задержаний. В областной центр стянули силовиков из нескольких городов, в том числе и столицы. Следователи местной, военной прокуратуры, столичного СБУ и полиции одновременно пришли с обысками в офисы и дома бизнесменов, криминальных авторитетов, адвокатов и местных депутатов. Что ищут, разбирался Кирилл Ющишин. Обыски начались около 7 утра, одновременно в 90 местах. Это офисы, дома и даже заброшенные квартиры. Под одну гребенку попали бизнесмены, известные как криминальные авторитеты, депутаты городского и областного советов. Через несколько часов в интернете появились фотографии судебных решений. В них говорится, что все следственные действия проходят в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки Михаила Титова. В Николаеве этого человека знают под прозвищем «Мультик» и называют криминальным авторитетом. В документах указано, что группировка занималась контрабандой оружия и наркотиков. При этом комментарии прокуратуры весьма скудны. Следственные действия проводились в власти Николаеве сегодня в рамках криминальных проведений. Были спрямованы на протидею злочинной деятельности в сфере завладения бюджетными костями, вымогания, рейдерства, погрозы убийств и других тяжких злочин. В один ряд с членами ОПГ прокуратура поставила депутатов городского и областного совета от оппозиционного блока. Следователи обыскали их квартиры и офисы. Зачем и что искали, следователи ответить отказались. Пока не будем давать каких-то интервью. Так не вы еще? А хозяин квартиры? Нет. А вы кто? У главы городской организации оппозиционного блока дома изъяли документы, касающиеся предприятий его супруги. Общуп будет проводиться в домовладении участника злочинной организации Титова ММ Яковлева Андрея Владимировича по такому-то адресу. Для меня является шоком. Я никогда не нарушил закон, я никогда не был участником никакой злочинной организации. И как только я стал заниматься оппозиционной деятельностью, я почему-то вдруг стал участником преступной организации. В оппозиционном блоке заявили, что предъявленные обвинения абсолютно абсурдны. Власть, как говорится в заявлении, настолько боится оппозицию, что готова идти на любые даже противозаконные действия, чтобы дискредитировать оппозиционных политиков. В результате масштабных обысков под стражей оказалось пять человек. Среди них и так называемый криминальный авторитет, мультик Михаил Титов. В некоторых местах следственные действия продолжаются до сих пор. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.